Протонная терапия Сегодня необходимо обсудить шесть важных моментов. Во-первых, в чем разница между рентгеновскими лучами и протонными лучами? Во-вторых, как выглядит реакция опухоли после протонной терапии у больных раком печени? В-третьих, какова эффективность и безопасность протонной терапии при распространенном раке печени? В-третьих, какова роль протонной терапии по сравнению с нынешним стандартным лечением для каждой фазы? Доступна ли протонная терапия в качестве альтернативы стандартному лечению? Доступна ли протонная терапия в виде комбинации или дополнительных вариантов, таких как стандартная терапия? Наконец, давайте поговорим о разнице между лучевой терапией тяжелых частиц и протонной лучевой терапией с использованием ионов углерода. Первое, о чем я хочу поговорить, это разница между радиацией рентгеновского излучения и протонной лучевой терапией или протонной лучевой радиотерапией. В отличие от рентгеновских лучей, протонные лучи обладают уникальной физической характеристикой, называемой пиком Брега. Если вы установите пик Брега в соответствии с местоположением опухоли, мы называем это расширением пика Брега. Уникальная особенность этого протонного пучка при использовании — снижение воздействия на нормальной ткани и большее количество радиации для самой опухоли. По этой причине преимущество протонной терапии заключается в увеличении лечебного эффекта опухоли и снижении риска побочных эффектов по сравнению с лучевой терапией с использованием рентгеновских лучей. Новейшие методы лучевой терапии Когда разрабатываются новые радиационные системы рентгеновских лучей, такие новые линейные ускорители или методы лучевой терапии, как система Trilogy, Томотерапия, система CyberKnife или TrueBIM, обычно говорят, что опухоль может быть исследованием более точно, в то время как это лучше защищает окружающие нормальные ткани, снижается вероятность побочных эффектов и увеличивается лечебный эффект. Это исследование планирования лучевой терапии, проводивая нашим учреждением. Сравнивая рентгеновскую томотерапию, объемную дуговую лучевую терапию RapidArk и протонную терапию, мы видим, что при одинаковом количестве дозы радиации при протонной терапии нормальные ткани получают меньшее облучение, а в саму опухоль большее. Эти результаты подтверждают теоретические предпосылки о том, что использование протонной терапии при раке печени может снизить вероятность побочных эффектов в нормальных тканях, одновременно увеличивая лечебный эффект опухолей. Этот слайд представляет собой системный анализ опубликованных на данный момент клинических результатов лучевой терапии с использованием рентгеновских лучей и протонов в центрах рака печени. Эти данные являются ретроспективным исследованием, поскольку не существует перспективного исследования, сравнивающего рентгеновскую и протонную терапию. Сравнение конфорной лучевой терапии, стереотоксической лучевой терапии и терапии с заряженными частицами, которая включает протонную терапию. По выживаемости CBRT и терапия с заряженными частицами схожа, но лучше, чем CRT. По токсичности, лучевая терапия частицами, включая протонную терапию, лучше по сравнению с традиционной лучевой терапией CRT и стереотоксической лучевой терапией CBRT. Далее. Как выглядит рак печени после протонной терапии? Это основные данные больницы. После лечения 71 пациента с раком печени после протонной терапии. Полная ремиссия у 66 пациентов, что составляет 93%. Нет полной ремиссии у 5 пациентов, то есть у 7% не было полного ответа. У 4 пациентов после лечения заболевание прогрессировало. Среднее время до полного ответа составляет в среднем около 6 месяцев. А временной диапазон составлял от 1 до 22 месяцев. У всех пациентов с полной ремиссией полный ответ был достигнут в течение двух лет. Это первая опухоль. Здесь уже была проведена протонная терапия. Далее изображение компьютерной томографии через 3 месяца после лечения. И опухоль с увеличением контрастности. Через 6 месяцев изображение опухоли на компьютерной томографии исчезает. Была ли полная ремиссия опухоли в течение 6 месяцев? Это было через 6 месяцев? Другими словами, не было разницы между выживаемостью без прогрессирования LPFS, выживаемостью без прогрессирования заболевания DFS или общей выживаемостью ОС со времени ответа опухоли. Следовательно, скорость ответа опухоли сама по себе не связана с прогнозом, поэтому нет необходимости беспокоиться о медленной реакции опухоли. Может, это больше зависит от размера или типа опухоли. Далее мы рассмотрим эффект протонной терапии при распространенном раке печени стадии С по барселонской классификации рака печени BCLC о сосудистой инвазии и тромбозам сосудистой опухоли. Два произвольных клинических исследования фазы 3, сравнивающих сарафениб и плацебо при прогрессирующем раке печени стадии С по BCLC исследования SHARP среди пациентов Азиатско-Тихоокеанского региона, показали выживаемость на 2-3 месяца выше, чем у плацебо. Хотя степень контроля опухоли была улучшена примерно на 10-15, общая выживаемость в группе, использующей сарафениб, составляла около 10 месяцев, а объективный ответ опухоли составлял 5%, как статистический эффект роста опухоли, а не эффект уменьшения. Таким образом, можно увидеть, что необходимо рассмотреть комбинацию локальных методов лечения, которые могут уменьшить опухоль. При распространенном раке печени анатомический показатель – воротная вена, демонстрирующая сосудистую инвазию или тромбоз сосудов опухоли желудочно-кишечного тракта. В зависимости от расположения опухоли существует разница в степени близости к пораженной воротной вене и желудочно-кишечному тракту, например, желудку или двенадцатиперстной кишке. Риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта зависит от расстояния между опухолью и желудочно-кишечным трактом. Поэтому общая доза облучения протонной терапии устанавливается в зависимости от расстояния от опухоли до желудочно-кишечного тракта путем разделения на три группы. Если расстояние между опухолью и желудочно-кишечным трактом очень маленькое, например, менее 1 см, как в случае пациента, у которого расстояние от главной воротной вены, пораженной опухолью, до желудка и двенадцатиперстной кишки составляет менее 1 см, в случае, если область воротной вены, инфильтрированной опухолью, находится примерно на 1-2 см от желудочно-кишечного тракта, и если опухоль, связанная с тромбозом, находится на расстоянии более 2 см от желудочно-кишечного тракта. Общая доза облучения определяется на основании расстояния от опухоли до желудочно-кишечного тракта. Для менее 1 см общая доза облучения составляет 50 грей, а в случае 1-2 см общая доза облучения составляет 60 грей, а при расстоянии более 2 см общая доза составляет 66 грей. Это результат протонной терапии при запущенной форме рака печени, сосудистой инвазии и тромбозом сосудистой опухоли. При лечении только с сарафинибом или протонной терапией общая выживаемость составляет от 18 до 20 месяцев. Согласно нашим недавно установленным данным, общая выживаемость составляет около 19 месяцев в случае сосудистой инвазии большой воротной вены и 34 месяца в случае сосудистой инвазии только ветви воротной вены. Это превосходные результаты по сравнению с традиционной лучевой терапией или стереотоксической лучевой терапией тела СБРТ с использованием рентбеновских лучей. Далее мы рассмотрим эффективность протонной терапии на ранней или промежуточной стадии A или B по BCLC. Это пример клинического применения протонной терапии. Больная 70 лет с хроническим гепатитом B, перенесшая правую гемигипотектомию правой доли. Осталась только левая доля. Была проведена трансартериальная химия эмболизации артерий 6 раз. Далее был рецидив во встажейся левой доле. Далее проведена протонная терапия рецидивирующей опухоли сегмента С3 левой доли печени. В результате достигнута полная ремиссия в данном сегменте. После лечения в области прилегающей к сердцу и нижней полой вени образовалась новая опухоль. При локализации опухоли близко к НПВ и сердцу и малый размер остаточной печени это противопоказание для хирургической резекции, радиочастотной абляции. Сложно также применять другие методы лечения. Провели протонную терапию. Через три недели, три месяца, шесть месяцев после протонной терапии изображение показывает, что опухоль дала полную ремиссию. Это результат лечения 71 пациента, которые получили дозу 66 Грей. Опухоль находилась на расстоянии более 2 см от желудочно-кишечного тракта на ранней или средней стадии без тромбоза опухоли. Получали протонную терапию с 2012 по 2015 год. 8,4% случаев рецидива локального участка после протонной терапии. Большинство рецидивов были внутрепеченочными за пределами обработанного участка. Токсичный эффект отсутствовал, а тяжесть побочных эффектов была в основном первой или второй степени. Не было признаков третьей степени тяжести тактичности и выше. Показатель трехлетнего локального наблюдения составлял около 90%, а трехлетняя выживаемость составляла 74,4% по сравнению с пятилетней выживаемостью 50-70% при обычном стандартном лечении. Положительный результат лечения является очень многообещающим. Таковы результаты перспективного исследования фаза 2 протонной терапии гепатоцеллюлярной карциномы, проведенного в нашем институте. Это было исследование увеличения дозы для протонной терапии, в котором общая доза облучения 70 грей. Увеличение общей дозы облучения на 10% по сравнению с общей традиционной дозой облучения 66 грей протонной терапии. В этом исследовании трехлетняя лакорегиональная выживаемость без прогрессирования LPFS составила 95%, а трехлетняя общая выживаемость составила 86,4%. Поскольку контрольной группы нет, возможно, систематическая ошибка выберя пациента, но результаты были сопоставимы с результатами традиционных лечебных процедур, таких как хирургическая резекция или РЧА. Согласно клиническим результатам протонной терапии в различных учреждениях есть данные Японии, Европы, включающие наше учреждение, общая трехлетняя лакорегиональная выживаемость без прогрессирования составила примерно 90%, а трехлетняя общая выживаемость от 50 до 70%. Кроме того, частота побочных эффектов составляет менее 5%, поэтому при такой очень низкой частоте протонная терапия безопасна. Основываясь на приведенных выше результатах, мы провели рандомизированное сравнительное исследование третьей фазы не меньшей эффективности протонной терапии в сравнении с радиочастотной абляцией, как стандартных методов лечения гепатоцеллюлярной карциномы размером менее 3 см. Первичной конечной точкой была лакорегиональная выживаемость без прогрессирования, а вторичной конечной точкой была общая выживаемость, выживаемость без прогрессирования и безопасность. В каждую из двух групп было отнесено 72 человека. Среднее время наблюдения было одинаковым. В группе RFA 26% группы были переведены на другое лечение, включая протонную терапию, поскольку RFA была технически невозможна. В группе, получавшей протонную терапию, только у 8% было технически невозможно такое лечение, поэтому были применены другие методы лечения, включая высокочастотную абляцию. Другими словами, скорость, которую протонная терапия заменяет другим лечением, ниже, чем при высокочастотной абляции, по причине того, что протонная терапия меньше технически осуществима и клинически ограничена, нежели радиочастотная терапия. В этом исследовании распределение всех клинических признаков, включая возраст, пол, статус, работоспособность, функции печени по Чайл-Пью, размер опухоли и количество опухолей не различались между двумя группами, получавшим высокочастотную абляцию и протонную терапию. Если вы посмотрите на первичную конечную точку лакорегиональную выживаемость без прогрессирования, анализ по протоколу фактически пролеченной группы и анализ намерения лечить, при анализе ПП лакорегиональная выживаемость без прогрессирования протонно-лучевой терапии выглядит превосходно круглый год по сравнению с локальной выживаемостью без прогрессирования при радиочастотной абляции, где она составляла 2, 3 и 4 года. В группе в соответствии с назначенным лечением, групповым лечением анализ намерения к лечению ITT-анализ, кривые LPFS двух групп сходятся через 4 года. LPFS группы протонной терапии, по-видимому, превосходит как по PP, так и по ITT-анализу, но статистически между двумя группами нет никакой разницы. В этом исследовании логорегиональная выживаемость без прогрессирования протонной терапии находится в пределах не меньшей эффективности по сравнению с LPFS, высокочастотной аблацией. Эти результаты доказали, что протонная терапия была неплохой с точки зрения эффекта местного контроля опухоли по сравнению с высокочастотной тепловой терапией. Далее был проведен анализ вторичных целей выживаемости и выживаемости без прогрессирования, и подтверждено, что не было разницы выживаемости и выживаемости без прогрессирования между двумя группами из групп лечения протонами и группы лечения радиочастотной абляцией. Это анализ побочных явлений, одна из второстепенных конечных точек. Большинство из них были первой или второй степени. Побочные эффекты третьей степени наблюдались только в группе лечения высокочастотной абляцией и отсутствовали в группе протонной терапии. Этот результат показывает безопасность протонной терапии, что она не уступает в локальном контроле опухоли по сравнению с рча и достаточно безопасна до сравнения со стандартной терапией. Это первое испытание фазы 3 для сравнения протонно-лучевой терапии с радиочастотной абляцией. Какова роль протонной терапии на каждом этапе по сравнению с нынешней стандартной терапией? Давайте посмотрим. Если мы сравним результаты лечения для каждого этапа, ожидаемые для существующего лечения и лечения протонной терапии, то сделаем вывод о роли протонной терапии для каждого этапа. Это клинические результаты 243 пациентов, прошедших протонную терапию в нашей больнице. Как и объяснялось ранее, в соответствии с расстоянием от желудочно-кишечного тракта до опухоли была определена общая доза облучения для каждой группы 50 грей, 60 и 66 грей. Общие дозы, которые были разделены на 10 сессий. Были различия в размере опухоли, наличие тромбоза опухоли, модифицированные стадийности, UICC в стадиях по BLCC. У всех пациентов, получавших протонную терапию, пятилетняя выживаемость составила 69% для модифицированной стадии 1, UICC 65,4% для стадии 2, 43,8% для стадии 3 и 26,8% для стадии 4. По стадии рака по BCLC пятилетняя выживаемость составила 65% для стадии A и 40% для стадии B и 32% для стадии C. Это ожидаемые результаты каждого стандартного лечения для каждого случая ранее выявленной стадии по классификации BCLC. Ожидаемая пятилетняя общая выживаемость после хирургической резекции радиочастотной абляции и трансплантации печени на очень ранней или ранней стадии составляет 50-70%. Среднее время выживаемости составляло 60 месяцев, а пятилетняя выживаемость пациентов, которые получили протонную терапию на этом этапе в нашей больнице, составила 65%. Эти результаты показывают, что протонная терапия сопоставима с другими стандартными методами лечения рака печени на очень ранней или ранней стадии и может быть альтернативным вариантом лечения рака печени на таких стадиях, как промежуточная стадия. Если стандартным лечением рака печени является трансартериальная химиомболизация, ожидаемая средняя выживаемость составляет около 30 месяцев. Средний срок выживаемости пациентов получавших протонную терапию на этом этапе нашей больницы составлял 37 месяцев. Этот результат предполагает возможность получения лучших результатов лечения путем добавления или замены протонной терапии, а не только ТЭЙС при промежуточной стадии рака печени. Следовательно, ожидается, что протонная терапия на промежуточной стадии будет иметь дополнительную или альтернативную роль в существующей стандартной терапии. При поздней стадии рака печени ожидаемый средний период выживаемости составляет 10 месяцев или более, если проводится системное стандартное лечение. По результатам нашей клиники, использующей комбинацию протонной терапии при раке печени поздней стадии, средний период выживаемости составил 33 месяца. Пациенты с инвазией крупных сосудов и плохим прогнозом, которые прошли протонную терапию, имели медиальную выживаемость 19 месяцев. Ожидается, что за счет добавления протонной терапии к существующему стандартному лечению улучшится контроль над опухолью и выживаемость на поздних стадиях ГЦК. Эти результаты являются результатами лечения пациентов с раком печени, которые получали протонную терапию после первичного диагноза в больнице университет Цуккуба. Подобно нашим результатам, для каждой стадии лечения были показаны ожидаемая частота местного контроля опухоли и общая выживаемость стандартных методов лечения для каждой стадии. Согласно результатам наших исследований и других исследовательских институтов, выживаемость пациентов с раком печени, получавших протонную терапию на каждой стадии, показывает сопоставимые или многообещающие результаты для каждой стадии. Считается, что протонная терапия может заменить или дополнить существующую терапию на каждом этапе. Наконец, мы рассмотрим разницу между протонной терапией с использованием протонного пучка и терапией тяжелыми частицами ионов углерода. Протон — это элементарная частица, а ион углерода состоит из шести протонов и шести нейронов. Углерод имеет в 12 раз больше массы и в шесть раз больше заряда по сравнению с протоном. Ионы углерода также содержат протоны, которые, как и протоны, обладают физическими свойствами пиков Брега. В то же время в нем есть нейтроны, которые имеют присущий им радиохимический эффект. У нейтронов эффект уничтожения клеток в два-пять раз больше, чем у обычных рентгеновских лучей. Углерод, включая нейтроны, аналогичным образом обладает способностью гибели клеток в 2-5 раз. С другой стороны, протоны обладают в 1,1 раз большей способностью к капотозу, чем рентгеновские лучи. Это в 1,1 раз больше рентгеновского излучения независимо от места проникновения протонов тела. Следовательно, терапевтический эффект и возможные побочные эффекты протонной терапии легко предсказать, используя существующие клинические данные о степени контроля опухолей и побочных эффектах в зависимости от количества рентгеновского излучения, накопленного во время длительной лучевой терапии. С другой стороны, в случае ионов углерода он отличается в зависимости от местоположения углеродного пучка, проходящего через тело, и местоположения пика Брега. Рентгеновские лучи углерода, ионокарбона показывают, что способность клетки гибели в некоторых областях в два раза выше, а в некоторых и в пять раз. И это данные испытаний на животных, а не фактически клинические данные. При облучении углеродным пучком способность к апоптозу по сравнению с рентгеновскими лучами применяется путем компенсации теоретического веса. По-прежнему существует некоторая неопределенность относительно того, соответствуют ли ожидаемые биологические и реальные клинические результаты фактическим клиническим исходом. Такая высокоуглеродная радиобиологическая эффективность может быть преимуществом с точки зрения контроля над опухолью, но может быть недостатком при прогнозировании осложнений нормальных тканях. На сегодняшний день клинические данные показывают, что в случае рака печени протонно-лучевая терапия и терапия тяжелыми ионами с использованием ионов углерода почти одинаковы по степени локального контроля над опухолью. Между двумя разделами нет разницы даже по размеру опухоли. Поэтому до сих пор нет доказательств того, что терапия тяжелыми ионами с использованием ионов углерода лучше, чем протонная терапия, только потому, что она имеет высокую радиобиологическую эффективность при раке печени. В случае терапии тяжелыми ионами углерода требуется больше затрат и места для строительства лечебного учреждения, поскольку углерод имеет массу в 12 раз и заряд в 6 раз больше. Наконец, протонная терапия является преимуществом передлучевой терапией с использованием рентгеновских лучей, потому что она может излучать достаточное количество радиации в опухоль, защищая нормальные ткани с помощью пика-брега, уникального физического свойства протонов. После протонной терапии полная ремиссия опухоли занимает примерно 6 месяцев. Полная ремиссия может занять до 2 лет, а также нет никакой разницы в скорости и прогнозе ответа опухоли. При распространенном раке печени сообщается о более высокой выживаемости, когда проводится протонная терапия, чем в результате одной химиотерапии. Поэтому ожидается, что выживаемость улучшится при сочетании химиотерапии и протонной терапии. На ранних и промежуточных стадиях протонная терапия показывает результаты, аналогичные существующей стандартной терапии. В частности, при раннем раке печени ожидается, что протонная терапия будет доступна в качестве альтернативы стандартным методам лечения, таким как хирургическая резекция и радиочастотная абляция. На промежуточной стадии он, по-видимому, играет дополнительную роль в существующем стандартном лечении – трансартериальной химиомболизации ТЕЙС. Итак, мы поговорили об опыте и роли протонной терапии при раке печени в Национальном онкологическом центре. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...